такая важная делегация матеряться что-то друг на друга сегодня ветерок еще синий но уже более-менее по пути все равно пойду будет весело я думаю а как хочешь сначала высадимся вот там есть маленькая батончик такой помощи я с него залез там прочь на такую высоту да вот а потом увидел только что здесь вот вот это вот на удобен и всякие разобрана ну решил чем не терять так пойдут на пролом водка длинная она как танк пройдет на дыр вот какой ветерок под парусом просто лететь погнали я лечу вот так вот случается что ветер изменился и воров в воде но на самом деле как-то это оказывается не так страшно не настолько сильно это влияет на то что я нагрелюсь или нет так что можно беспредельничать продолжать о, пастый момент совсем пастый момент ветер не шали не во время На этом месте было городище викингов А это то, что осталось на заборе Здесь был проход Есть напряжение Так как погода очень ветреная, то что с чем придумали для того, чтобы готовить? Та-дам! И никакой ветер не страшен После чего, немножко можно накрыть Будет совсем сейчас хорошо Еще одно место, которое я хотел посетить Курган одного знаменитого, легендарного викинга Бьерна Железнобокова Сына Рагнарада Плотброка Собственно, это его Курган Я вот не пойму, там заборик огорожен То ли это частная территория, то ли еще что И буду я недалеко здесь ночевать Потому что остановились где-то в болотах, так скажем Поэтому надо было искать место Я решил сразу сюда дойти Клещ сидит, меня ждет редиска Ну что ж, он меня дождался Ха-ха-ха Вот, собственно, еще один, третий Иди давай, иди сюда Какой? Беги-беги-беги-беги-беги Не успеешь Вот такое вот нынче Изобразие творится на озере Поэтому я на сегодняшний день остаюсь В этом заболочном месте На самом деле я палатку немножко подальше поставлю Там поле есть Хорошее место Место С газоном Вот на маленьком бублике Вернее бананчике Острова Церквушка С какой-то часынкой Уже заброшенная Вот здесь вот находятся бублики, за которые нельзя заходить Я подумал, решил стрелать оттуда Сюда Подумал А че мне сделают-то? Ни хрена не сделают Стреляешь ли будет? Нет В результате Подошли двое солдатиков Попросили документы Типа, здесь нельзя Ай-яй-яй Вообще смелая Музыка 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 Сегодня от Бориса Бежудыджи на веселье Кто-то деду какой-то праздник Натравится он нам. В звенках. Их авто. Зашел я в эту даминскую школу, где ремонтировать, спланировать, развивать. Они сказали, что у них механика сейчас нет, он будет через 5 недель, наверное. Но они посоветовали другой магазин. Сервис. И он, оказывается, сегодня закрылся в 3 часа. Сейчас 3.44. Мне до него вперед далеко. Он и завтра закрыл, и послезавтра закрыл. И как-то я даже не знаю, стоит ли здесь только сидеть. Можно так добраться. Переворачиваться не собираюсь нигде. В общем, такая ситуация. Я это все попробовал рядом с центром Стокгольма ниже пройти. Но там было нигде выйти. Вот. Я решил обойти остров и попробовать тут. Вот тут тоже шлюз есть. И как бы потом сейчас проверим, как идет. И там вообще отстой полный. Просто пара метров до воды. Никуда не еще не спустить. И решил все-таки пойти через шлюз. Шлюз. Очень взгляды тут. Я не знаю, что там. А, 200 кронов? А где платить? В общем, не знаю, где платить. Может быть, подойдут, где засыпать. Других вариантов я просто не вижу здесь. Не пройти, не выйти никак. Так, посмотрим, скотчем или поскотчем на зайца. Или нет. Дом. Просто дом. Хе-хе-хе. Вот так вот странным образом меня проигнорировали. Я уже свой платежный чемоданчик достал с деньгами. Хе-хе-хе. Он меня видел с другого. С другой яхты, не стоящей. Что-то там, не знаю, они что-то там поговорили. Типа рукой махнул. Правильно ему там спускаться было. И пока я его ждал, пока я смотрел наверх, А ворота уже открываются. То есть на полметра опустились, я даже не заметил как. За что мне нравится Стокгольд. Да, он мне понравилось. То, что он яркий. Тут нету серых цветов. Точнее, они и есть, но очень немножко. Они больше светлые такие, вон беленькие. Пестрый. Ну, вот здесь вот есть на чем покататься. Лунопарк Грена Лун. Охренеть, они там обголкли все. Ха-ха, с таким звуком. Я думал, вертолет летит. Ни хрена. Ха-ха-ха. Я же говорю, красивый город. Ну ведь красота. Разве нет? Лябда. Вот на сегодня я и нашел местечко. Красота. Здорово. Заметил, что тут многие фотографируют мою позицию. Дай-ка и я фотографию сделаю. Такая важная делегация. Матеряться что-то друг на друга. Спокойной. Ничего себе, я даже сюда в проход пошел. Я любопытница у нас где-то незакрытая. Я пару сполошу как надо, накопилась дождевая вода, здорово, у меня теперь вода есть. День километров в час. Это называется есть на прудыршафт с парусом. Вот это вот погода клевая, почти идеальная. Возможно даже идеальная. Ветер есть, парус не дерет, волны не задирает. Они такие вот мягенькие, идут их даже незаметно на ковике. Солнышко светит, тепло. Здорово. На улице дождь идет. Так приятно барабанить покрытие. Упакающе. А вот этот вот в Таллин пошел. А мне зацепиться нечем. По автостопике что ли? Что-то я сегодня отдал. Вот что ветер попутный вытворяет. Порядка 60 километров прошел разом. Думаю это разделить на 2-3 дня. Но так как завтра и послезавтра будет северный ветер, сильный 6 метров в секунду, против него идти не очень хорошо. А сейчас попутный, то я воспользуюсь возможностью. Так как я не собирался торопиться, я начал пол первого, потому что там еще фьорд обошел. И вот пришел пол десятого, 9 часов. Разок выходил. Нет, пару раз. Пообедать. Да, парус поставить. И в основном все-таки под парус ушел. Хороший ветер. Бывало и под 9 км в час скорость. Но это редко. Потому что это сильные порывы были. Под конец больше штиль был. Сейчас уставший как-то совсем уж. Сейчас бухнуть и уснул сразу.